Всем привет, друзья! Игорь, канал Алена Арвлог. И в этом видео мы сегодня с вами снова посмотрим, куда может пойти в окрестностях Бечичи, пройтись, прогуляться и насладиться красивыми видами. Алена Архайкинг Клуб. Не переключайтесь. Ну и в общем, как обычно, беру с собой Олесика. Вы меня в одном из прошлых видео спрашивали, как там он себя ведет, и я говорил такой, что все нормально, уже почти не водит, все остальное. Но, оказывается, гавкает и снова начал выезд. Поэтому я уже понял, что без него вообще никуда. Мало того, что я переживаю за соседей, и соседи переживают. И на двери в прошлый раз, когда я отошел на пару часов, увидел гневную записку о том, что пойдем в полицию. Ну, нет, конечно, люди адекватные, хорошие, просто высказали свою злость. Но стыдно, неприятно, поэтому с этим парнем пока что мы не расстаемся. Думаю, что с этим делать. Ну, ладно, видео-то не про Олесика, а про то, куда мы идем. Итак, в общем, идем мы на Бечечские водопады в земле Чучукица. Чучукица. Оно рядом с Бечечами. Второе кольцо, ну, первое, как на въезде от Будва, и второе, как на выезде. Вот, и от него, соответственно, повернуть вверх, и можно идти уже в горы. Пойдемте. Дорога приятная, и особенно вне сезона. Людей здесь нет, и машин, соответственно, мало. В сезон, не знаю, наверное, здесь все бодренько будет. Но сейчас все хорошо и классно. По пути вас могут встретить добрые собаки. Здесь не только палака-коты, но еще палака-собаки. Привет, девчонка. Видно, что недавно у нее щенки появились. Это горные водоотводные каналы с элементами бытовых, как их назвать, вещей. Ну, волонтеры чистят. Видел неоднократно в Фейсбуке призывы о том, что вот соберемся, почистим, и люди собираются, действительно, чистят. Тонны мусора вывозят. Ну, еще раз ко всем обращусь, скажу, давайте не мусорить. Друзья, и вот по пути, не успели мы подняться, уже цивилизация уходит на второй план, и начинается царство гор. Вот этот маленький обводной канал, про который я вам сейчас говорил недавно. Видите, он такой здоровенный, и оказывается, в него сливается вода со многих, так скажем, мест. Видите, правый ручей, левый, а посредине островок. Наверное, там много грибов и комаров, и змей. В общем, друзья, погнали дальше, посмотрим, чем чучицы славны. Или чучики, как правильно произнести, не знаю. Друзья, вот прошлый маршрут, который я ходил к Старой Оливе, тоже интересный, но этот другой. А там мы завернули чуть-чуть раньше, здесь другая дорога совершенно, магазинов уже нету, первозданная природа сразу же. В эту погоду просто изумительно прогуляться. В Будве такого не видно. Ваш маршрут сместится, изменится. Надо налево будет повернуть, идти по дорожке, и вот он такая вот узенькая, узкая улица. И вот начинается тот самый серпантин, по которому надо собираться, забираться все выше, выше и выше. Но зато змей нету. Смотрите, как прорубили. Это же столько усилий, что такую дорогу сделать. Ну, тут люди есть, да. Зато какой офигенный вид на Будву. Ой, на Бетичи. Друзья, ну это просто бомбически. Ты ведешь всегда, останавливаешься. Эта прогулка может быть долго именно из-за того, что ты постоянно останавливаешься, чтобы посмотреть и насладиться этим видом. Друзья, какая красота. Вроде с одного ракурса посмотрели, теперь с другого. Даже говорить ничего не хочется, потому что оно классно. Друзья, три кике есть здесь есть. Как спуститься к этому водопаду, собственно. Вот эту дорожку, которая вам показывала, с красивым видом на Бетичи. Это и есть проход к водопаду. Сейчас вам покажу. Сначала пошел не в ту сторону, ну там поднялся выше, походил по зарослям. Приятно, интересно, конечно, посмотреть на среднеземноморский лес. Вот, ну, вот смотрите, запоминайте. Видите такой вид? И спускайтесь вниз по этой дорожке. И спустившись, вы уже будете слышать звук падающей воды. Неимоверно красиво дарит нам, неимоверно красивый вид дарит нам Черногорию в очередной раз, с окрестностей Бетичей. Ну, конечно, много еще чертополоха, камней. Ну, не чертополоха, какие-то другие колючки. Ну, все равно советую ходить в кроссовках без шорт, потому что есть большой риск, что вы поцарапаете ноги там, еще что-нибудь. Лодыжки, например. Та-дам! Вот вам очередной тыдыщ. Класс! Друзья, я в восторге. Это мы в прошлом видео, если вы смотрели, мы ходили к Оливе, и там была речечка, которая текла. И вот она вытекает. Там, помните, система водопайчиков маленьких таких? И вот куда она попадает в итоге. То есть мы уже с вами видим. Друзья, а подобраться к этому фонтану все-таки по такой вот дорожке тернистой. Поэтому будьте, пожалуйста, осторожны, спускаясь к этому фонтану. Она немножко слизковатая и крутая. Держите друг друга, простраховывайте. Ну, а мы пошли. Ближе подберемся к этому красивому месту. Да, дорога, ну, на самом деле, не совсем такая легкопешеходная. Видите, здесь еще. Да. И надо не спеша. Опа! Вау! Она, видите, еще и скользкая. Лучше рукой придерживайтесь камней и спускайтесь аккуратненько. Видите, про что я говорю? Глина, она вся мокрая. Ну, в смысле, скользкая, а не мокрая. Бежим, 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 бежим к этому красивой местному водопаду. А когда вы все это пройдете, и вот ваша награда. Здесь даже купаться можно. Ворота, правда, будет холодная, но кто не боится холодной воды, конечно, может не сладиться вот с таким природным душем. Такая красота. вода прозрачная, чистая. Пантон плавает. Ну, это уже кто-то принес для того, чтобы здесь сидеть на чем-то, а не на этих, а не на камнях. Вот они здесь плавают. Надо бы подоставать. обалденно. Смотрите. Насколько она чистая. Оно падает. Все. Красиво. Фотки в инстаграм, если любите делать, там поддерживаете. Да и вообще на память. Ну, просто очень живописное местечко. Поэтому в вашу копилочку еще один маршрут от канала Алена Ар. Вы же подписались, я надеюсь. Не забыли сделать это. Потому что, как обычно, смотрят нас все без подписки. Нартификация приходит не всем, и поэтому не все знают, что новое видео уже вышло. Прямо сейчас подписывайтесь. Но это еще не все, потому что прийти сюда из Бечичи довольно-таки быстро, но рядом здесь есть еще и каньон. Вообще не знаю, как туда дойти. Пойду искать дорогу. Ну и маршрут постараюсь в Google Maps тоже сбросить, как туда идти. Прогуляться. Ну что, погнали. Каньон. Друзья, а путь к каньону, он все-таки тернист. И не так просто понять, как идти, какой тропинкой. Я вам для ориентира покажу вот этот вот белый дом с цистерной. Видите за мной? Белый дом с цистерной. Он с дороги виден, будете идти от фонтанов увидеть его внизу, по которой вы идете из-за Бечичи. Вот. Чуть-чуть от фонтанов подняться вверх. Увидеть вот этот вот дом белый. Вот он, цистерна. Да? И дальше вот хозпостройка будет. Идите за хозпостройку. Потому что то, что мы ищем, как вы думаете, где? Та-дам! И вот он. Сернистый путь. Опять-таки, для путешественников уровня Advanced, кто не боится камней, и у кого есть кроссовки. Потому что ходить здесь в сланцах такое себе удовольствие. Можете что-нибудь сломать. Камень, например. Ну, пойдемте. Пройдемся по этому маршруту до известного, всемирно известного Черногорского каньона. Не забывайте кричать распугивать змей. Ха-ха-ха. Смешная шутка, правда? Тропинка здесь интересная, друзья, видите, камнями выложено все. Прям как будто бы здесь была крепостная стена. А может быть так и было? Возможно, мы идем по старой, древней стене. Хотя, навряд ли, может, кто-то просто так камень наложил, чтобы обезопасить людей, которые здесь ходят. А может, все-таки была здесь когда-то стена. Не, похоже, что все-таки стена. Это ж не за один день строилась. Она такая... Вау! Не за один день строилась. В общем, кто знает хорошо историю Бечичьей, Будвы, можете напишите, если вам не сложно, в комментариях пару слов о том, что здесь было раньше. Откуда взялась вот такая величественная древняя постройка из камней? Видим что? Псарня. Ничего себе. Здесь домики для животных какие-то. Смотрите, друзья. Ну, наверное, они заброшенные, навряд ли кто-то здесь живет. Но, судя по тому, что они здесь есть, наверное, кто-то здесь жил когда-то из животных. Интересно. Да, здесь обитали какие-то собаки. Может быть, стражевые были даже. Еще вон, видите, остатки их банок для питья. Кормили же их. Наблюдали за ними, заботились. Вот интересно. Пару метров в одну сторону, в другую. Тут река вскрывается уже. Ну, понятно, откуда фонтан течет. Из реки Горной. А ведь совсем рядом город. Ну, и мы всегда относимся к тому, что мы видим на основе своего опыта. Я, так же, как и многие, наверное, из вас, жил в городе, в большой мегаполисе. Для меня всегда вот такое буйство природы, когда ты вроде бы в городе находишься, прошелся, я не знаю, там полчаса, и на тебе, дебри, заросли, горные реки, какие-то древние деревья. Ну, пока еще не устаю удивляться. Наверное, скоро перенасыщусь, перестанет это все торкать, но пока это все, конечно же, очень-очень интересно. Самое интересное, что я еще заметил, вот, многие такие места экскурсии проводятся, там, деньги платят 40 евро и более, и вот, людей завозят по таким местам. А ведь можно пойти самостоятельно. Ну, тут, кстати, видите, насколько интересное место, здесь даже люди живут. чей-то вот туристский притулок. Палатки. Кто-то пришел сюда с походом. Ого! Это то самое место или не раз там нам еще вышло? Я не знаю, но место прикольное. Говорит, палатки вон. В общем, кто-то живет и где-то ходит. Да. У нас еще даже череп коровы. Да, тут никого нет. Смотрите, как красиво. Это где-то мы там внизу уже это и видели, эту красоту сверху. каньон. Люди заняли территорию. Стираются, сушатся. Класс! Здесь клево! Ой! Смотрели на него снизу, а теперь смотрим сверху. Известный Бичичанский водопад. Вот, в общем, что, друзья, ждет вас, если пойдете по этому маршруту. Много интересного и необычного. Ну, на этом, наверное, я закончу сегодняшнее видео про очень интересный маршрут, каньон, Бичичский водопад. Я очень сильно буду рад, если вы это оценили. И не просто оценили, а поставили лайк и написали в комментариях ваши впечатления. А может быть, я что-то не показал, что-то здесь еще интересное есть. Обязательно про это напишите. Нас читают очень много людей и всегда, когда меня встречат, говорят спасибо, очень полезно. Не только потому, что видео посмотрели, но где-то почитали важную информацию от вас. Не поленитесь, давайте сделаем мир удобнее. Делиться будем информацией друг с другом ну и позитивными эмоциями. Я вам шлю сердечко. Откуда-то из середины Бичичей, с горной реки, где я раньше никогда не был. Оно заряжено позитивом. Пускай принесет вам что-то хорошее. Спасибо, друзья. До новых встреч. Лайк и подписка с вас. Увидимся. Пока.